Нет ничего более художественного, чем любить людей. Я заплатил жизнью за свою работу, и она стоила мне половины моего рассудка. Винсент Ван Кок Весной 1886 года Винсент приехал в Париж к брату Тео, который занимал уже пост директора фирмы Гупилика, перешедшей к новым владельцам. Тео узнал о его приезде неожиданно. Винсент прислал ему записку с предложением встретиться в Лувре. Сначала Ван Гог жил в скромной квартире брата на улице Лаваль, ныне улица Виктор Массе, а затем перебрался на улицу Лепик, вид которой запечатлел в одном из своих полотен парижского периода. Художественная жизнь столицы захватила Винсента. В 1886 году здесь происходили многие значительные события, определившие пути дальнейшего развития европейского искусства. В галерее на улице Лафит была организована последняя восьмая выставка импрессионистов, показавшая уже глубокое различие манер живописцев этого направления. На ней, в частности, было представлено полотно Жоржа Сюра «Прогулка на острове Гранд-Жат», исполненная в технике дивизионизма или пуантилизма, созданной им вместе с Полем Синьяком. Оба художника стали лидерами нового направления дивизионизма. В 1884 году основали Салон Независимых, где выставлялись мастера, которых не допускали к участию в ежегодных официальных выставках в Салоне. Теория разложения цвета на составные части, живопись дивизионистов, строящаяся на раздельных точечных мазках в расчете на оптическое смешение цветов при восприятии, заинтересовала Лангога, как и произведения импрессионистов. Винсент познакомился с Жоржем Сюра и Полем Синьяком, Клодом Мане, Камилем Писсаро, Альфредом Сеслеем, Пьером Агюстом Ренуаром. Особенно сблизился он с Синьяком, Писсаро, а также с Анри де Толус Лутреком, с которым встретился в мастерской Фернана Кармона. Под наблюдением этого художника-академиста он в течение почти полугода с упорством рисовал с натуры, исполняя копии из гипсов. Анри де Толус Лутрек стал его постоянным товарищем в прогулках по кабаре Монмартра. В мастерской Кармона произошло знакомство Винсента и с молодым живописцем Эмилием Бернаром, остававшимся его другом до конца жизни. В 1886 году во Франции начинала набирать сил и ищела одно новое направление в живописи – символизм, возникшее сначала в литературной среде. В манифесте символизма, опубликованном в газете Фидоро, критиком Жаном Мариасом, провозглашались идеи живописи, порывающей с реалистическими традициями искусства середины XIX века, обращенной к внутренней жизни человека, его подсознанию, а потому загадочной, таинственной, а не изображающей непосредственную реальность. Весь парижский период творчества, продолжавшийся до февраля 1888 года, прошел для Ван Гога в поисках новой живописной манеры, в экспериментах с цветом. «В красках заложены скрытые созвучия и контрасты, которые взаимодействуют сами по себе и которые иначе, как для выражения настроения, нельзя использовать», – писал он. Умение достигать этих цветовых контрастов он нашел в живописи Камиля Песаро, а также Адольфо Монтичелли, французского живописца, чьи натюрморды с цветами привлекли его внимание. В утонченном искусстве импрессионистов Ван Гогу импонировало их умение наблюдать действительность, передавать малейшие изменения в жизни природы. Ему нравилась живописная маэстрия, их полотен, создававшихся на пленере. Он заимствовал у них не только метод работы с светлыми красками, но и сами сюжеты, в которых импрессионисты любили передавать вибрацию света, зыбкость воздуха в различное время дня и при различных погодных условиях, в городском или сельском пейзаже. Адольфо Монтичелли В полотнах сады Монмартра и участки на холме Монмартра виды современного салона Монмартра написаны открытыми мазками и точками. В этих пейзажах Ван Гог попытался соединить приемы импрессионизма и дивизионизма, добиваясь прежде всего эмоциональной выразительности каждого из основных цветов – красного, желтого, синего – в сочетании с дополнительными зеленым, оранжевым, фиолетовым. Их оптические смешения гораздо более просты, чем в полотнах дивизионистов, а небо на задних планах написано в старой манере, расплывчатыми пятнами голубого и белого цветов. В подобной точечной манере исполнены пейзажи, вид из окна в Париже на улице Лепик и полотно – интерьер ресторана. Ван Гог обращается к характерным для импрессионистов сюжетам, городскому пейзажу и воспроизведению интерьера, пытается передать пространство фрагментарно, в импрессионистской зыбкой, живописной манере. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В компании Бернара и Синьяка Винсент в 1887 году выезжает в Аньер на Сене, где любили работать импрессионисты и дивизионисты. Я видел здесь столько красок, сколько раньше никогда не доводилось – без салона. В Аньере были написаны картины «Мосты Ваньерин» и ресторан «Сирена». В обоих полотнах тонко передано цветом ощущение теплого времени года – медленного течения жизни в маленьком провинциальном городке, расположенном в несколько километрах от Парижа. Как и в работах Моне и Ренуара, в картине «Мосты Ваньери» особую динамику композиции придает мчащийся по мосту паровоз – символ эры технического прогресса. Ван Гог избирает точку зрения на этот первый мост, по которому движется локомотив, чуть снизу, благодаря чему открывается перспектива Сены с другим мостом. И композиция пейзажного пространства приобретает напряженность, несвойственную полотнам и прессионистам. В картине ресторан «Сирена» тоже ощутима передача большой напряженности жизни в передаче атмосферы летнего дня на тихой улочке Аниера. «Это умение художников-постмодернистов передавать напряженность жизни», – подметил Эмиль Бернар. В их живописи выразилось особое страстное желание передать светом новое видение натуры, пределы жизни которой в их работах гораздо шире, чем в более камерных полотнах импрессионистов. Субтитры создавал DimaTorzok В Париже, в нескольких милях от дома Ван Гога, у подножия Монмартра находился бульвар Клеши, уголок которого запечатлен на полотне бульвар Клеши. Это, пожалуй, самая импрессионистическая работа Винсента Ван Гога. Перспектива городского пространства изображена здесь чуть сверху, что позволяет усилить ощущение жизни города во времени. Экспрессивными легкими мазками передана зыбкая атмосфера воздуха, в которой не так объемно выглядят дома, деревья, фигуры людей. На бульваре Клеши находилось кафе «Тамбурин», где часто бывал Ван Гог. Весной 1887 года в залах кафе группа художников организовала небольшую выставку. Винсент называл их «группой малых бульваров», как бы противопоставив ее более признанным мастерам больших бульваров. Он мечтал о создании некого сотрудничества художников, среди которых царило бы единодушие, а не соперничество, которое его так угнетало, когда он жил в Париже. «Чтобы преуспеть, нужно тщеславие, а тщеславие, мне кажется, абсурдом», – писал Онтел. Хозяйкой кафе «Тамбурин» была итальянка Агустина Сегатой. Немолодая дама, в прошлом известная натурщица, с которой у Ван Гога был короткий роман. Она запечатлена на полотне «Женщина в кафе» и, возможно, на картине «Итальянка». Эти образы открывают серию изображений характерных моделей в колоритных ярких костюмах. Передача индивидуального в образах людей увлекала и импрессионистов. Ван Гог также стремился передать тончайшие нюансы настроения людей. Но цвет в его работах наделен уже гораздо более серьезной функцией. Он способен усиливать эмоциональность и психологическую глубину образа. Цветовые созвучия и контрасты, о важности которых он размышляет, создают не просто эффектное декоративное обрамление фигур в картинах «Итальянка» и портрет папаши Танги. Они способствуют раскрытию внутренней образности модели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ван Гог коллекционировали японские гравюры и часто посещали его магазинчик на улице Клозель. Винсент написал его на фоне японских гравюр, подчеркивающих мир увлечений этого добродушного, остро чувствующего красоту человека. Танги был поклонником искусства Ван Гога. Он не соглашался продавать этот портрет, и только после смерти владельца он достался Агюсту Рудену. Поэтому и находится в наши дни в музее Рудену. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В процессе увлечения собиранием японской гравюры была создана картина «Копия с японской гравюрой». Женская фигура, по-видимому, была скопирована с обложки журнала, а декоративно смотрящийся пейзажный фон создан в фантазии художника, увлекавшегося живописью Хиросиги и Хакусаев, восхищавшегося их умением находить звучные сочетания больших, очерченных контуром цветовых плоскостей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эксперименты с цветом увлекали Ван Гога и в натюрмортах. В парижский период были написаны картины «Натюрморт с мальвами», «Натюрморт с циниями», «Фритилярии в вазе», «Натюрморт с фруктами». В этих полотнах с изображением цветов и фруктов, сочных соцветий, бордовых мальв, в простой коричневой глининой вазе, изысканных венчиков оранжевых фритилярий, в бронзовом кувшине, изящных и нежных белых циней, в керамической вазе ярко-зеленого цвета художник искал тончайшие колористические нюансы в сочетаниях тонов и полутонов. И в полотне натюрморт с фруктами, которые английский живописец Джеймс Уэстлер назвал гармонией желтого цвета, тоже исполненном под влиянием живописи-импрессионистов, Ван Гога увлекала разработка гаммы оттенков желтого цвета, который был его любимым в красочной палитре и олицетворял силу света солнца, дающего жизнь всему живому. Воплощением этой особой жизненной силы солнца стал для Ван Гога цветок подсолнуха. Полотно натюрморт с четырьмя подсолнухами, первая знаменитая серия Ван Гога «Подсолнухи», над которой он будет работать позднее, живя в Провансе, на юге Франции. В сильных стеблях, срезанных подсолнухов, и оранжево-желтых цветках с острыми, словно трепещущими лепестками, Ван Гогу удалось передать ощущение, медленно покидающей растения жизнь. Небрежно брошенные рукой человека, жестоко нарушившего их естественное существование, подсолнухи словно взывают о сострадании. Этот натюрморт, исполненный с огромным декоративным мастерством, полон чувства трагической внутренней силы, исходящей от этих цветов, все еще тянущихся к свету солнца. О драматических коллизиях жизни Винсента Ван Гога, о его непрестанном пути к профессиональному творчеству, повествует натюрморт «Пара башмаков» 1887 года. Купленные еще в байонаже и стоптанные ботинки с гвоздями в подошвах несут в себе ностальгические ноты воспоминаний. Их изображение приобретает символическое звучание в рассказе о нелегком поиске своего пути в искусстве. За период двухлетнего пребывания в Париже Ван Гог создал 200 картин и 50 рисунков. Среди его живописных работ было более 20 автопортретов. Портрет отныне стал его любимым жанром. А в автопортрете проявилась любовь к самооценке, выявлению самых глубинных переживаний своей остро-чувствительной натуры в годы интенсивной парижской жизни. Один из самых ранних автопортретов этого времени – автопортрет с трубкой 1886 года, написан еще в живописной манере голландского периода. В темной коричнево-красной красочной гамме без использования импульсивных отрывистых красочных мазков со стремлением выявить пластикой светотени объем полуфигуры. В импрессионистической манере исполнены другие автопортреты 1887 года, а также автопортреты с эффектом нимба. Ритмичные мазки неярких цветов, их контрастные сочетания привносят ощущение зыбкой внутренней динамики в образ художника, то вопросительно, то тревожно, то грустно смотрящего с этих портретов на зрителя. Очень разные по восприятию собственного внешнего облика автопортреты парижского периода тонко передают напряженную духовную жизнь Ван Гога. Он предстает в них то более уверенным в себе, в элегантной, серой, фетровой шлябе, а то в несколько меланхолическом настроении, который не согласуется с кокетливо сидящей крестьянской соломиной шляпой. Ван Гог изображает себя с палитрой перед монтажами, Альбертом, в момент смятения. Он словно хочет видеть себя то элегантным парижанином, то пастором, то художником. Выразительная мимика лица, уверенного или полного тревоги, тонкие вариации аксессуаров, цветовые контрасты немногих цветов, в написании полуфигуры и фонов рождают образ человека сложного эмоционального склада, ищущего и не всегда находящего в своей душе ответа на волнующие его вопросы. Знаменательные слова Ван Гога из его письма к брату Тео. «Я предпочитаю писать в глаза людей, а не соборы. Ведь в глазах есть нечто, чего нет в соборах, при всей их торжественности и величественности. Человеческая душа, пусть даже душа несчастного нищего, на мой взгляд, гораздо интереснее». Писать соборы городские виды любили импрессионисты и дивизионисты, и эти слова сказаны как бы в пику их методу. Ван Гог осознал важность их искусства, поддавался его силе, но сумел сохранить индивидуальность, движимый фанатическим желанием создавать свое искусство, идти своим путем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok